Итак, вообще, как бы, план такой у меня. Сначала напомнить астрофизические проявления тёмной материи, потом поговорить немного о той роли, которую тёмная материя сыграла на ранней стадии развития Вселенной, и у них играет по-прежнему в настоящее время. Потом сказать некоторые слова о том, если эта тёмная материя состоит из частиц, например, то какие это частицы, и показать, чем они отличаются от нашей обычной барионной материи. А мы называем барионной материи то, из чего состоят звезды. То есть это по существу куда входит и габа-клант, и нитрины, и, собственно, и барионы, собственно, и нейтроны, и протоны. А сюда входит всё то, что было до сих пор использовано в стандартной модели, например, так скажем. Ну вот, итак, полисчастин с темной материи. Вот, и первое ещё иначе, я вообще-таки кончу, чего я должен дальше. Значит, показать, что если это частицы, то какими свойствами они могут обладать, и, соответственно, как ведутся поиски этих частиц, зная свойств гемодетических, теоретических частиц. Вот, а почему теоретических? Потому что, как вот я расскажу, до сегодняшнего дня, я бы сказал так, однозначно, заранее забегая вперёд, хочу сказать, однозначного указания на то, что существует в тёмной материи частиц, тем более указать какие-то частицы, тем более указать какие-то основные свойства, сегодня пока не удалось. Вот, это как бы сухой остаток. И тем не менее, очень много стало нового известного, и это как раз представляет такой интересной. И пару слов о том, что мы собираемся делать в будущем, чтобы всё-таки наступить на хвост тёмной материи, где-нибудь её зацепить. Итак, первое. Я на что нажимаю? Учитель профессора. Да, знаете, ведь это же, хотя это экспериментально, я на самом деле занимаюсь экспериментом, не теорией. А тут нужна теория, чтобы рассчитать, на что нажимать, на правду, на неё лучше, так, чтобы потом не сбиться. Это моя ошибка, что я... Это... Дазад... Давайте что, вперёд? Ага, вот, что... Где вперёд? Ага, вот, что... Да. Да. Я начало выключаться, вот скажу. Понятно? Ну ладно, даже если я на сушу, будет что-то. Итак, вот, смотрите, где определяется сегодня то, что мы называем тёмной материи. Или скрытая масса, или чёртая материя. По крайней мере, в нашем языке, в русском, используется тёмная материя, иногда скрытая материя. Итак, измерение орбитальных скоростей периферийных объектов галактик и галактических кластеров, или кластеров галактик. Вот, сработает традиционное линзирование. Третье, легендское освещение галактик, скрытая галактик. И, наконец, очень интересно, пространственная низотропия реликтового излучения. Вот, по крайней мере, четыре направления, которые известны сейчас и во слуху, где из этих направлений в деятельности вытекает необходимость появления, так называемого, тёмной искрытой материи. Вот первое. Первое, это гравитационное, это связано со следующим, вращимой периферийных объектов. Что мы видим в видео? Мы имеем возможность наблюдать, потом мы видим то же самое происходит и в нашей галактике, мы имеем возможность измерять периферий, скорости периферийных объектов в галактиках, например. И что мы видим экспериментарем? Мы видим следующее, что та самая величина, которая должна сохраняться, это соотношение, которое соответствует нормальному гравитационному взаимодействию между кинетической скоростью, кинетической энергией периферийных объектов и их массой, и массой центрального объекта, есть определённое правильное соотношение. А это вообще соотношение выглядит так. Кинетическая энергия периферийного объекта и его потенциальная энергия связаны с разным соотношением, которое вот здесь вот представлено, егенетическое равняется половине потенциальной энергии. Ну а нам известно и другое соотношение в этом случае, что если этот объект вращается вокруг центрального, звезда вокруг центрального объекта, то должно выполняться простое соотношение, которое всем нам хорошо известно. МВ-галактированная энергия, это центробежная энергия, и гравитационная сила, и гравитационная сила притяжения, G, M, M, делённая на R квадрат. И вот если мы возьмём солнечную нашу систему, то исключительно чётко вырисовывается вот эта зависимость. А зависимость такая, что из этого выражения мы видим В, скорость равняется корнем G, M, делённая на R. И вот распределение нашей солнечной системы планет, которая сегодня кончается здесь плутоном, подозрительным вообще объектом, то его считаем планетой, то не считаем планетой. И очень хорошая зависимость вот по скорости от этого. Это что означает? А что здесь находится в этом соглашении? Точное знание массы планеты и точное, относительно точное знание нашего центрального объекта, солнца. И вот тогда всё очень сходится. А вот теперь перейдём к рассмотрению движения движения солнечных или звёздных систем вокруг Центра Галактики. В качестве примера приедем в этот объект NGC 65-03, но могу сказать следующее. Символно не только в этом объекте, но и во всех других стратегических объектах в той или иной мере присутствует тёмная материя. Что это такое? Теперь уже мы будем идти на материи. Вот, пожалуйста, если должна выполняться приблизительно такой же или точно должно выполняться такое же соотношение в случае галактики и звёзд вокруг Центра этой Галактики, то тогда мы должны видеть вот такую зависимость. Сначала Центра, двигаясь вверх, скорость нарастает, а потом она падает в соответствии вот за нынче. Но при этом вот это значение скорости, вот пункте, отмеченное здесь, всегда будет таким, если Центр, сейчас же если системы, я бы другого скажу, Центр этого скопления Галактики, или галактики, вновь в Центре находится вся масса этого объекта. А не распределённая как бы по всему этому объекту. Вот смотрите, как вот здесь, вот здесь вот находится Центр, а мы вынуждены считать, что масса распределена не в Центре, а во всём радиусе, который, радиус того объекта, радиус вращения этого объекта, и в объёме, включённом в этот вот объём этого шара, по границе которого вращается объект, распределена масса, определенная масса не в Центре, а вот таким вот как-то образом распределена, который не светится, невозможно из-за диапазонного объекта, а вы знаете, что электромагнитное излучение начинается с раннего длинного пола, окончается высокоэнергичной частью, которая называется гамма-лучи, где иерогия достигает огромной величины до антиклата. Вот. Ну, теперь мы говорим о том, точно мы знаем массу Центрального объекта здесь. Откуда мы знаем вообще массу этого объекта? Ну, это есть, у странов есть специальное соотношение, специальное выведенное рассчитывание соотношения, которое показывает массу объекта и его светимость. И вот это соотношение, правда, для разных массовых, разное, но, чем не менее, более не менее, определено на многих практически для всех объектов, статистически. И оно более-менее выполняется. Цветимость в некоторой степени, в некоторой степени немножко разная, это разных объектов, в том, что есть масса объекта, который находится, который светит. Так вот, даже если бы вся эта масса находилась бы только в центре Галактики, все равно у нас такое тортиновое, такое тортиновое, все равно не будет. Масса должна быть распределена каким-то образом. И вот эти измерения, которые проводились еще буквально век назад, показали, что есть объекты, в которых это не выполняется соотношение. И скорости имеют другой вид. Выходит на какой-то подъем, вот скорость здесь известная, и потом она остается постоянной. И еще раз последнее хочу замечание делать, что до долгого времени то находили эти, до многих космических объектов, то находили эту недостающую дополнительную массу. Сегодня нет ни одного фидического объекта, за которым мы наблюдали, на котором мы следили, или где бы ни было в той или иной мере, где-то скрытая масса. Самое легкое, что делать, это, конечно, изучать объекты типа прожить со спиральной галактики, но только видеть, что я не с торца, то есть не сбоку, а с торца. Вот все такие известные нам галактики демонстрируют, что там есть темная материя. Галактики другого типа, эритически они напоминают, ну, такое веретинол, так скажем. Там тоже наблюдали вот это дело, и тоже считается, что мы тоже галактируем отразили и в центральной области, и в периферии. Ну вот, и в качестве примера я хочу сейчас показать следующий рисунок, в котором представлено уже теперь измерение этой скорости в нашей галактике. Вот сейчас погибло это достаточно хорошо, и вот здесь вот даже, если вы посмотрите, показано такое, как зависит вот эта скорость, она описывается сплошной линией, вот вы здесь на этой рисунке можете видеть экспериментальные значения, и вот эти значения получены в последнее время, значит, было указано, показано, что вот так вот выглядит это дело. И вот красное, что здесь очень четко видно, это та масса, которая должна быть включена в нашу галактику, чтобы обеспечить такую скорость у этих объектов. Ну вот следующий слайд, который я показываю, уже относится к другому способу определения существования темной материи. А вот именно какой это способ. Он заключается так называемым линзированием. Вот темная материя это просто настоящая невидимка. В каком смысле настоящая невидимка? Я считаю, что свет может через нее проходить, но она обладает гравитационной взаимодействией. Мы вот уже эксперимент видели, что раз звезды периферийно чувствуют это, то значит, должна быть, гравитационное взаимодействие должно быть. И если за этим темным объектом находится известная нам галактика, или звезда, по примеру, и вот, кстати, по исследованию в нашей галактике тоже так делают, находится какая-то звезда, то естественно, лучи, лучи от этой звезды, либо проходят насквозь, либо, ну не либо, а проходят и насквозь, и кроме того отдельные эти лучи идут прямо совсем не к нашим наблюдателям на Земле, а идут естественно в каком-то другом направлении, но естественно, что они в этом гравитационном поле меридимки должны отклоняться, и что мы видим тогда? Мы видим, что вот у нас объект, вот такая приблизительная картиночка, которая вот здесь указана в углу, показывает, что мы видим, какой-то центральный объект, и потом еще несколько объектов в углу. Ну, это такой пример, как бы, если бы это все было так просто, то бы мы видели бы здесь круг, как вы понимаете, вот такой вот, я еще покажу немножко другие объекты. На самом деле, здесь много неопределенности, но тем не менее, понятно, что через этот объект, который мы видим, тот объект, мы можем оценить массу вот этого темного образования, которое завернуло таким образом лучи. Вот следующий слайд показывает, как реально это видно в других объектах. Вот есть по-разному, где очень часто встречаются истокоры, наблюдаемые вот такие вытернутые системы, либо типа галактики, или там отдельные звезды, и вот естественно предположить, что это и есть как раз вот те самые, то самое излучение, которые на этой темной галактике заворачивают или измеряют свое направление. Итак, второй объект, который сегодня во многом случае позволяет нам оценить массу этого объекта, массу этого темного объекта. И у нас есть третий способ. Есть, у нас есть темная материя, и она присуща, скажем, двум галактикам, и тогда мы наблюдаем случай, когда эти две галактики сливаются. В случае сливания двух галактик, в таких случаях, внимание, что происходит? Газ, он, газ этой галактики, одной и другой будет двигаться, но под каким воздействием он будет двигаться? Под воздействием обычного вареного вещества, которое мы видим, в виде светящихся объектов. Вот тут условно показывают, на этом високе, как распределилось свечение этих объектов, например, в оптике. Но кроме этого, если в этих объектах есть еще и темная материя, или вот-то скрытая материя, то, естественно, то ускорение этих падающих объемов газа будет увеличиваться, но и ускорение, во всяком случае, движение будет возрастать. А в результате этого вот эта частица, или газ одной и другой, начинает нагреваться, сталкиваясь с другим, и начинается ревенгеновское свечение. И вот очень интересно, поэтому или ревенгеновское свечение, или х-ревенгеновское излучение. И вот один из таких примеров показывает здесь, вот здесь, показано здесь, вот что показывает? что вот здесь указаны центры, центры определенные по свечению оптики, и тут, правда, немножко, немножко не так хорошо видно, но есть места, которые определяются как бы гравитационным взаимцентром. Гравитационный центр. И вот мы имеем, вот что имеем в такую картинку. И это тоже наблюдается практически у всех галактик, которые сталкиваются появлением вот такого характеристического излучения, которое видно в ревенгеновском диапазоне. И, наконец, последний пункт, на который я сейчас обращаю ваше внимание, это очень интересные последние результаты. Если вот о том, что я говорил раньше, было известно достаточно давно, масса уже много раз как бы определялась из коридной материи, но вот мы дождались одного из самых интересных экспериментов, который был посвящен изучению, распределению температуры реликтового космического излучения. Что я напомню, реликтовое космическое излучение это вообще очень мягкое излучение, радиоизлучение, которое нагретает в очень низкой температуре 2,7 градуса Кермена приблизительно. Оно возникло на ранней стадии развития нашей Вселенной, на ранней, но и очень ранней. Но когда оно возникло? Я несколько слов сейчас там дальше скажу на эту тему, чтобы было как-то интересно, да и вы бы вспомнили, я думаю, неоднократно это встречались с этим, но вы видели. Что происходило постепенно? Значит, я сейчас останавливаюсь на том моменте, когда возникло вот это самое реликтовое радиоизлучение. Оно было еще открыто в 62-м году, в прошлом веке, в 62-м году и вызвало, конечно, более-то очень интересно. Тем более, что его температура сейчас известна, расширение Вселенной. Было, можно считать, какая она была раньше, и было по существу первым доказательством того, что наша Вселенная раньше была нагретой, сильно нагретой. Хотя само реликтовое излучение проявилось не в самые критические моменты развития нашей Вселенной. Но как так явилось? Проявилось вот это. Когда постепенно начали образовываться сначала нуклоны, которые нуклоны с электронами объединялись в атомии, а температура какая должна была в то время в среде. Она должна была, и в нереде эти данные излучения, это как бы температура с релин, не должна быть больше энергии связи электронов, например, ватной водородой. Вы помните, какая энергия ватной водородой? Это всего лишь условие, чтобы хотите запомнить просто 10 электронов. Это потенциал ионизации. Точнее, 13,5 электронов. Вот 10 запомнили такую. Вот такая интро была. Почему после электра, то есть почему я обращаю это внимание? После этого взаимодействие электромагнитного излучения, которое заполняло и заполняет Вселенную, но после такой температуры оно уже не изменяло структуру, не изменяло свойство части, потому потому энергии гамок-банда не хватало или фотона не хватало, чтобы реализовать, и яро спокойно дальше могли существовать. После этого единственное, что происходило с этим электромагнитным излучением, оно расширялось, как и вся Вселенная, остывало постепенно, и вот сегодня мы увидим 2,7 градуса приблизительно. Ну вот, и мы можем посмотреть, вот как было распределено, как сегодня распределено это излучение под небесной сфере. Естественно, такое низкое радиоизлучение, такое низкое по энергии. Излучение может создаваться и другими. Это может быть синхронное излучение, это может на звезды и все для того, чтобы изучить реликтовое действительное излучение, надо было очистить вот эту картинку, которая получена, и уже потом рассматривать распределение по сфере, мы находимся как бы внутри этой сферы, рассматривать, как распределено это излучение, которое называется реликтов. Ну и вот это очень интересное излучение. И мы обнаружили, что эта температура распределена нервно-нервно. В некоторых местах температура больше, там 2,7, 2,75, плюс-минус там очень в третьем знаке отклонения в этой температуре, но отличается. Более того, что очень важно было сделать, посмотрели, как оно отличается по сфере по всей. И вот это интересное обстоятельство было продемонстрировано вот таким образом. Значит, если это распределение по сфере, можно описать его в виде функции орбитальной, где входит член Ляберного, это такой член, который характеризует, грубо говоря, размеры этого распределения. И что очень интересно, вот если считать, что на ранней стадии тоже Вселенной как бы существовала вся Вселенная такими отдельными объектами большими, причинно связанными, это очень интересный момент, обращаю внимание, причинно связанными это вот что значит, если размер R, то скорость C и время жизни этого объекта известно, то можно определить его размеры, C скорость света известна, T температуру этого излучения мы знали в то время, как мы считаем, что знаем, в то время, когда это произошло, и после R можно говорить, какие размеры этих объектов, видя, как распределено это излучение переместной сферы. Сегодня естественно температура это уменьшилась, размеры возросли просто, но для нас это означает, что оно тем не менее сохраняет эту форму, раз мы видим сегодня. Вот, тогда это все было меньше, размеры были меньше, вот эта система позволяет нам что было определить, откуда взялась разность температуры, разность температуры или значения разные, температуры было связано с тем, что это были сгуски, если можно так сказать, ну не сгуски, скажем, области, были области, в которых разное количество материи, блеонной материи, скажем, и после этого начали смотреть, как развивается эта структура, какая масса должна быть у этих объектов, чтобы можно было получить ту теоретию экспериментальной, то экспериментальной, то экспериментальное значение. Еще мы сейчас увидим, вот так должно меняться температурное распределение. Если эти объекты были связаны с темой, причинно связанными областями, то тогда их размеры должны быть вот на манер порядка 1-2 градусов, вот здесь это показано, например, вы видите, что вот, вот где это, а это приблизительно 2. Кстати, говоря, хотя этот эксперимент был проведен сейчас, какое-то время назад, Сахаров, еще много раз мы встречаем его как все в ядерной физике, говорил, что вот должны наблюдаться вот такие неоднородности с размерами порядка 2-х градусов, сегодня мы видим, которые на ранней стадии были связаны вот с такими отдельными причинно связанными областями. Одним словом, отсюда удалось определить, удалось определить плотность какой-то темной материи, потому что начинали дальше сравнивать с какой плотностью эта темная материя должна быть, какая ее масса должна быть, и вот каждый раз сравнивать с этой картиной и находили и что же мы нашли, и вот я показываю следующий слайд, который очень важен для нас, а нашли следующее, что если посмотреть, как распределились тогда области области барионной, если рассматривать, как распределились тогда первые типа звезды и так далее, то получалась очень интересная вещь вот если здесь получалась очень интересная картина я хочу сейчас показать картина вот какая значит общая плотность матемии она вставлялась туда и для того, чтобы это было так хорошо описано экспериментально теоретически описано это экспериментальное распределение должна быть приблизительно единица если ее измерять в критической плотности вот справа там написано в углу представлена критическая плотность вот эта критическая плотность равняется 3х2 деленное 3х2 деленное на 8х3g аж аж здесь постоянная габбла тоже наверное многие из вас слышали это скорость разбегания как бы галактика это вовсе не значит что в то время габбла вдруг такое же и иногда вот сюда подставляют вместо аж такое произведение аж на маленький аж квадрат которое как бы учитывает возможное измерение какое-то изменение этой аж вот первое что вот это общая плотность равняется практически критической плотности а из каких соображений искалась критическая плотность она искалась из соображений таких что у вас Вселенная когда вот сегодня мы её видим вот если будет дальше судьба её связан с этой критической плотностью если больше ничего больше это будет означать что Вселенная должна сворачиваться Слово не меньше, если меньше, то должна расширяться параболички, а если единица, вот как у нас, то она должна как бы расширяться, расширяться по-прежнему с той скоростью хаба, которую мы знаем, которая показывает зависимость скорости от расстояния этой константы, вот этой ажи. А измеренной оказалось, что эта общая плотность равна с единицами. А из чего она сложилась? Вот это очень интересная вещь, она складывается из двух вещей. Первая, это такая плотность материи, вот тут вот этот член показывает плотность материи. И второй член, который связан с расширением, это такое множество, которое вел свое время Ищенштейн, когда рассматривал, говорил, что Вселенная наша стационарная, а ответить надо было как-то, почему же тогда она не сваливается в точку. И он взял некоторые члены лямты, которые как бы противодействовали сжатию Вселенной. Вот этот член так и называется лямты, но смысл его как раз сегодня заключается в том, что это та синетическая энергия, которая имеется у материи в нашей Вселенной. Вот суммарно эти две вещи составляют ту политическую плотность. И еще очень важно, что из этого эксперимента выяснить не то, что единица, но вот, что материя обычная и так называемая холодная темная материя, то есть вот та самая материя, которая... И та самая материя, которую мы сегодня видим, составляет только часть, не больше 50% от общей темной материи. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что если посмотреть, а дальше-то, как вот звезды, которые находятся в галактиках, в галактиках, например, и в суперклассе, то есть светящийся сейчас составляют среди этого, небольшую часть, а остальное это основной газ. То есть тоже светящийся газ, но это газ, а не солнечное образование. Ну вот, и тогда, после этого, у мужчины складываются вот это общее из плотности галактической материи, вот здесь вот это видим, из плотности темной материи и из той генетической энергии, которая получила ДАК Энерджи, то есть ее назвали тоже темной энергией. То есть то, что заставляет вшевую Вселенную как будто бы двигаться в сторону. Но одновременно с экспериментом, о котором я говорю, проводите другой очень важный эксперимент. Это Хаббл. Хаббл, он и сегодня летает. Это большой оптический телескоп, который мог вступить достаточно далеко в просторы нашей Вселенной. И что он обнаружил? Он обнаружил, что Вселенная наша не просто разбегается по инерции, как это предполагалось раньше, а что увеличивается скорость. Возникает какая-то сила дополнительная, которая или поле какое-то есть, которая заставляет галактики разбегаться. И причем сускамирует. Если сускамирует, то это означает, что ей действует постоянная какая-то сила, как минимум. И вот это очень важная вещь. Поэтому, грубо говоря, на переходе с первого, с девятнадцатого века, с двадцатого, с двадцатого века, мы построили для себя вот такую ему картину. Значит, здесь написано, что такое терлая материя. Кстати, гризны, членов от плотности, связанных с гризной Вселенной, тут нет. Хватило вот этих двух членов, чтобы получить полную плотность. Значит, в это же время, как я уже сказал, измерили вот эту величину Хаббла на сегодняшний день. Изменение температуры, вот видите, там в пятом знании. И что еще очень важно, вот при том подборе, который осуществлялся, была возможность определить, сколько же лет существует вот наша, как бы, Вселенная. И более того, уточнить то время, когда электромагнитное излучение ушло из, отделилось вот барионной материи, которую мы с вами видели и знаем. Когда мы перестали управлять, влиять на развитие этой материи. Вот это как раз 400 тысяч лет, это вот время, это реликтово, значит, но и раньше было, но вот с этого момента мы, кстати, замечаем, все измерения, которые у нас проводятся, все сведения о нашей Вселенной доходит вот до этого уровня, то есть до 400 лет, до 4000 лет. Ничего лучше, что было раньше, лучше или раньше, мы не знаем. У нас остальное все лежит только в... в настоем наших теоретиков, в смоках и вселенной. Вот так мы илили, и только вот до этого места мы представляем себе эту пролетию. Ну вот теперь, очень интересно, я еще что-то вам хотел сказать. Ну, естественно, если вот эта темная материя подтверждается, показано какой она величины, а мы уже давно знали, что темная материя, что темная материя существует, вот я уже сказал еще там, а сегодняшнюю, наверное, 80 лет, как минимум назад, то, естественно, уже раньше пытались искать источники частиц, а то есть приписывали этой темной материи свойства, как частицы темной, как частицы в таких свойствах. Только надо было, конечно, указать, какими свойствами обладает сама темная материя, и частицами должны быть обладать такими свойствами. Вот я исторический пример привел, очень интересный пример. Было это в 80-х годах. В Этефе, может, вы еще знаете, нечего ты сказал, работал Людимов, и он измерял массу нейтрина в раскладе трите. Это было очень интересное время. Он нашел, что до этого привык каких сильных указаний на массу, не было общего разговора в основном. И он измерил, указал, что это масса приблизительно 30 литровольт. И это 80-й год, прошлое столетие. И вот я хорошо помню, появилась статья Якова Борисовича Завидовича в Фракте, тогда основные направления он напечатал, не только в Фракте, но и в Фракте тоже было напечатано. И он сказал, наконец-то проблема темной материи решена. Это есть как раз нейтрина, масса их такая, и все, можно концы с концами свести. Но, к сожалению, потом мы знаем, что эти эксперименты начали развиваться глубже и глубже, и сегодня мы знаем массу нейтрина, в общем, меньше, что точно одного электромболька. Естественно, плотность там тоже будет мне неизвестна, поэтому эти объяснить нельзя. Ну вот, и вот следующий рисунок мой такой, следующий. Итак, значит, есть темная материя, и, естественно, надо, если считать, что это связано с частицами какие-то, которые обладают имени свойствами той темной материи, а какие свойства были у нее? Она участвует только в традиционном взаимодействии, по-видимому, она плотно взаимодействует с веществом, она еще с обычной веонной материи, по крайней мере, не сильнее, чем с ваше взаимодействие. Кроме того, у нее еще заряд отсутствует, и, возможно, эти частицы более-менее большой массы, возможно. На самом деле, мы знаем сегодня, что есть различные модели. И вот, было, вот я посмотрел, смотрите, сколько различных моделей было и сегодня развиваются, но я бы даже подчеркну, что вот видите, модели тяжелых частиц, первые, слабо взаимодействующие, массивные частицы модели, возможно, что это темные звезды. Кстати говоря, вот это очень интересный вопрос, который возвращается уходит. Что такое темная звезда? Это, может быть, застывшая темная звезда, но все равно приблизительно знают, сколько этих звезд и оценку эту проводят. Оценку проводят числа черных. Черный звезд тоже не указан, не дает в этом смысле ничего, не вклад, вклад незначительный. А есть другое, что, может быть, эти звезды еще только образуются вот на такой стадии, но она образуется вот, ну, какая там черная материя, сколько, сколько, неизвестно. Ну, одним словом, тут различные модели, и, как вы видите, все эти модели рассматриваются здесь ясно, но плюс, собственно, вот практически на первой модели, которая сейчас представляет интерес в чем. Вот это всегда интересно. Если вы теоретики и хотите, чтобы ваша теория была нормальной, то хорошая теория, то она должна не только описывать сегодняшнее состояние, она должна быть прогнозом, что должно быть завтра, что надо, если этот вопрос не очень четкий, то надо ставить экспериментатору четкую задачу, что надо делать, как нам доказать, что ваша теория правильно, тогда, естественно, все будет нормально. Ну, вот, если об этом говорить, то вот кожа частиц как бы претендует название частиц темной материи. Естественно, и сейчас заниматься обсуждением я не могу, я выделил две группы частиц, которые закаляем мозгом, и нейтралируйте днем. И вот здесь несколько слов об этих моделях. Значит, гравитационные взаимодействия должны быть у частиц, обшившихся электрического заряда, это я уже сказал, состоит из обычных частиц, ну, и взаимодействуют с лобби, и, возможно, что они старинные. Возможно. Почему вопрос поставил? Потому что мы вернемся к этому. А что происходило тогда с этими частицами? Вот на какой-то ранней стадии Вселенной, когда температура среды достаточно возникает, вырождаются частицы Марса, ну, порядка Герц, условно. Это значит, что это гораздо больше времени и гораздо больше температуры, чем та, которая связана с рождением протонов, муглов. Эта температура с мугловами 10 в 13, то есть 10 в минус 13 секунд, а это гораздо раньше. У этой системы, этих частиц, если они находятся в равновесии друг к другу, в равновесии среды, в среде должна судьба следующая быть. Пока температура не очень большая, они рождаются, возникают, сами распадаются, и что еще с ними происходит, потом увидим, что предполагается. Ну, и в первую очередь предполагается, что они аннигилируются, встречаются друг друга. И вот потом, отсюда можно использовать первое уравнение, которое здесь написано, это уравнение Борсона для такой среды. И здесь вот первый человек, который вы видите, с минусом 3HRX, RX мы пытаемся определить, плотность этой среды, тут пока не связана им масса, ничего, это в общем случае написано уравнение. Но уже не в общем случае, написано второе. В него входит, в него входит та самая плотность при замерзании, то есть при той температуре, при которой началось уже, понизилась настолько температура, что эти частицы уже не рождались, в других частицах, и их рождение не происходило. А происходилось только и на аннигиляции друг с другом. И вот второе уравнение, это не для того, чтобы запомнить, но тем не менее, вот есть такое определенное значение, на всех частицах можно подставить, и на ранее, пробленность сегодня, вот на этой частице, вот написано X, в любом случае так, должна быть такой, если это сама возрагнодействие еще частицы, то есть вот здесь вот эта величина поставленного условия, это 3 на 10,27 сантиметра квадратных секунды, должна быть вот эта вот аннигиляция, то есть снять вот этот процесс. И, наконец, внизу стоит член, связанный с сечением, и вот эта величина H квадратных, которая была, и вообще H квадратных это лучше такое. Это 70 сегодняшних значений Хаббла, и 100 приблизительно, как бы нормированные, вот как бы на эту величину просто. Вот это часто встречается. И вот тут-то дальше начинается очень интересная вещь. Если эти частицы, частицы, в демнем утепь, то какой оплотность темной материи нам известны, теперь мы уже знаем, какую часть она составляет, то здесь мы пишем, а этот оплотность равняется 0,23, видим там, даже у меня, здесь иногда появляется значение 10, 0,23, иногда 10,24. сейчас не обращает меня внимания, пока, это одно и то же. Так вот это, если посчитать, то вот эта величина сечения, которая приедет, вот здесь вот очень важно, равняется вот такому значению, вот легко отсюда получается. И, наконец, самое интересное, что если вот это сечение порядка H квадратных, это постоянно смолу взаимодействия, где равна и на массу этих частиц, то отсюда можно определить, зная значение течения, какой массы должны быть частиц. И вот показывано, что масса этих частиц, это размеры около, там, ну, кругу, чтобы легче запомнить, теоретически, меньше стратеги, а до стратеги могут быть, могут быть, и нет стратеги. Вот такой диапазон предложений теоретики для пояса частиц с какой массой. Очевидно, что, отсюда очевидно, что москорители поставили задачу искать их. Масса и такая была возможна, тем более я немножко ниже уточню. Ну вот, собственно говоря, а это я хотел немножко напомнить, всю эту картину и дозвать. Там через 3-м, перероли, так что и... Ой! Извините, пожалуйста, как где-нибудь... Давайте я вот сейчас дойду до модельной частицы. Хорошо? Хорошо. Ну ладно, хорошо. Тут будет так. Слушайте, мы не устали? Нет. Нет? Хорошо. Всегда найдется один, кто сказал, нет. Вот, да, переролище. Да. Ну, так вот, как приблизительно выглядит сегодня стандартная модель, космологическая стандартная модель. Кстати, замечу, что в каждом направлении физики есть своя стандартная модель. И очень часто в литературе путают из-за этого. Есть стандартная модель, космология, она означает, когда, да, горячий взрыв, значит, и прям потом. Потом, очень быстро инфраструкционное развитие Вселенной, вот как бы тут это наказывает, а потом уже то, что мы с вами наблюдаем с развития Вселенной, с такой массой, с такой плотностью, с такой массой темной и морейной материи. Вот это, как бы, стандартная модель. Ну, например, я и хотела показать, они, значит, возникли где-то вот на ранней, на ранней стадии, где это было при очень маленькой тендературе, во всяком случае, даже, я неправильно показываю, не здесь вот, где 400 тысяч лет назад, а вот здесь вот. Это вот радиоизлучение, вот это, реликторе радиоизлучение отошло, как бы от материи. Вот, и на этом уже, как бы, сегодняшний день. Тут было время, когда образовывались первые звезды, потом первые галактики и так далее. Кстати, замечу, что очень важно, и обращаю внимание, что, когда образовывается вот видимая нами сегодня структура галактическая, это вообще такая заветвленная, как паутина образование, это видно на больших расстояниях здесь. А при этом очень важно отметить, что если бы не было темной материи, вот той массы, которую мы имеем, то к нашему моменту, к нашему моменту, а у нас сегодня 13,7 миллиардов лет, мы бы не имели такую картину разветвленную. То есть, маленькая дополнительная масса темной материи, маленькая масса, если бы это была, то есть, маленькое количество темной материи, то вселенная не выглядит вот так. Она могла развиться только в этом случае. Ну вот, я хочу показать вот расчет того, как частицы темной материи представляли себя, как бы, картину себя представляла темная материя, подчеркивает. И вот, один миллиард лет назад, наконец, три с половиной миллиардов лет назад и сегодняшний день, и мы видим классическую картину, которую мы наблюдаем в оптике. Точно такая же картина. И какая же идея в этом? Идея такая, что темные материи обладали большой герметичной массой, частицей, они гораздо больше собирались из-за флотувации при расширении, собирались скучились, можно сказать. Причем он, 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 не ходил до образования, скажем, черной идеи, потому что чередит и темные материи слабо взаимодействуют друг с другом, они не могут образовать образования такие, которые там в точке собираются. Надо терять энергию, а столкновение не принять потери на такие энергию. Ну, а этот скелет они как бы создали в целом, а потом на этот скелет уже собиралась обычная маринанная материна. Это получается мясо нарастало на том скелете, который был создан темным телом. И вот это мясо уплотнялось и больше не начало светиться. И вот то, что мы видим, мы же видим только в диапазонах электромагнитных излучения вирубии, так вот это излучение связано с тем, и характерно эту картину как раз точно такая картина еще предсказанная земляречкой в своем время, когда это было обнаружено действительно потом. Вот такая картина. Ну, и еще что мне хотелось бы последнее сказать, что вот если говорить про нашу галактику, то это выглядит приблизительно достаточно вот этот объем приблизительно достаточно большой, расстояние около, ну, условно скажем 60 килопарсетов. А откуда взять смази? Потому что две галактики, которые большие называются, они находятся под воздействием нашей галактики, вообще болтаются где-то на границе галактики. Ну, вот эти всякие образования тут желтым, зеленым показаны, это те сгуски, которые образовывались, и некоторые из них превратились в так называемые сферические кармиевые галактики, которых около нашей галактики достаточно много. Ну, я думаю, что 20, я думаю, я просто видел, я точную цифру не помню. сколько было. Вот такая вещь. А такие образования, маленькие, большие, все это называются галактики. Вот сейчас принято так называть галактики. На большом галактике образовалась галактика, а кое-где они еще пустые. то есть не пустые, они не начали светиться, потому что не набрали достаточное количество вещества. Вот. Ну, я кончу. Не совсем кончу, но спасибо. 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 Потому что я уже сказал кое-чего про темную тему, сказали. А вот теперь я хочу вернуться к нашей галактике. Почему вернуться к нашей галактике? Потому что мы сейчас начнем рассматривать различные варианты, связанные с попыткой зарегистрировать частицы темной материи. Я еще раз хочу тогда подчеркнуть, что мы как бы работаем на одну теорию, на одну модель, в которой как будто бы намечена программа, которую можно реализовать экспериментально. Много других моделей существует. И вообще, еще раз, смотрите, экспериментально мы можем смотреть только до четырех тысяч, до сорокатых, четыреста лет от начала. А это почти самый конец. Там очень серьезные вопросы. И Big Bang это тот самый мощный ядерный взрыв, какой-то не ядерный цвет такой. И инфляционное расширение Вселенной, это тоже многие вопросы такие тяжелые, очень наверно до конца не сделанные. теории еще нуждаются в развитии. А теперь я возвращаюсь к нашей галактике. Итак, в нашей галактике есть темная материя, мы знаем, измеряли, и в горку из темной материи 0,3, обратите внимание, 0,3 гэва на сантиметр кубический. Что такое 0,3 гэва? А сколько один протон один протон весит и двадцать четвертый, даже не весит, а сколько он даже не столько весит, сколько нужно сказать, поскольку это в мэвах сказано, то один протон это один ф. Так что средняя плотность нашей галактики, средняя, она не соответствует тому, чтобы 25 раз больше темной материи я замечу, что в разной галактике она тоже не размазана уж совсем в большей точке и не может быть размазана, потому что мы видим отдельное образование все-таки в температурном распределении тоже. Но поэтому конечно интересно знать какое же распределение темной материи у нас в галактике. вот я тоже вам показываю все очень интересные вещи. Смотрите, вот первая модель завада, дальше не буду, я не помню, вторая модель иннастая, эротеремическая модель, еще маркет модель, мур модель. Все эти модели построены по одному принципу. Если мы их будем решать, то вот здесь вы увидите как это выглядит. находимся вот здесь на расстоянии 10-ти, приблизительно 10-ти, я понял, зачем происходит. И заодно нажимаете другое. Так вот, смотрите, что получается. Вот здесь распределение частиц нашей темной материи вот такое. вот вы видите, такое здесь. Причем, чем ближе к центру, тем плотность темной материи возрастает, и вот в конце даже видите, там, сто, десять в четвертый грамм на сантиметр кубический. десять в четвертый грамм АГФ на сантиметр кубический. Вот, собственно говоря, вот такая картина сейчас. Ну, и следующий слайд я сейчас показываю. мне интересно, что теоретики справлялись с этим прибором все равно очень хорошо. Как только экспериментатор вышел, ну, пожалуйста. Дайте скажу, я уже экспериментатор, тот, который не сидит за столом и не появит ничего. А кого она не считает? я уже сам, я не скажу, что теоретик, но мне больше приходится, ладно, не скажу, чем я не знаю. Вот, нашел я это место, в котором я нахожу сам. Так вот, дальше, дальше я хочу показать. Так, какие модели? Из тех, что я впереди показывал, существует две модели. Я о них говорю потому, что их только две. Одна модель называется суперсимметрией. Суперсимметрией моделей, в которой уже объединены вместо фермионы и обычные. Фермионы и лептоны, если бы, так сказать, все объединено так. Лучик, главное, фермионы и бозоны, видимо. Вот в этой модели существует частица, которые получили название нейтралина. Модель предлагает внутри себя вот этих вот частиц. Если эти частицы очень тяжелые, а они начинают их рассматривать с нескольких герц, и дальше тогда наверх. Если они очень тяжелые, то, естественно, они родились на более ранней стадии, если они легче, они должны рождаться не так давно. Но вот эти частицы получили название модель суперсимметрии. это наилегчайшие частицы в модели суперсимметрии. Эти частицы получили название нейтралина. Это нейтралина, частица, у которой масса где-то в районе герок или несколько сотг в таком, она обладает всеми темными свойствами темной материи, о которых мы говорим. Вот она такая, она стабильная, как и считалось, а стабильная, потому что она не может распадаться из-за того, что там есть некоторая величина R-чертость, которая работает в таком смысле, она переводит частицы фермионы в бозоны и обратно. Вот там должна выполняться эта четность. Но, забегая вперед, скажу, но если эта четность, поэтому мы решили, что эти частицы не гранили стабильную. Но если происходит нарушение этой четности, правда, время жизни тогда у частиц будет гораздо меньше, но они могут тогда распадаться. Есть другая частица в модели суперсимметрии, гравитина. Это частица аналог гравитона. вот очень интересная ситуация заключается в том, что совсем не обязательно, что частицы и в системе обычные фермионы, которым строятся аналоги в этой системе, равны по массе. Нет, они, как правило, все больше массы. нуклон нуклон нейтрон, если так, нейтролина, это нейтролина, смотрите, вот тут написано, имеет массу, здесь я уже сказал, несколько, все это может иметь, это гораздо больше обычного нуклова. Ну и вторая модель, модель многомерного пространства, об этом уже сегодня тоже говорил, и говорил, и говорил Данилов, модель, в которой существует не три пространственные характеристики, оси, их может быть больше, ну пять, может быть и больше. И вот на одной из осей может создаться такая пучность, которая представляется в виде частиц. Частицы в этой модели получили название валионов ладоцитраэна, имеют нулевой спин, и соответственно, я вот это важный элемент сказал, вот те частицы гравитина ноль, а нейтролина спина на второе. Ну вот, если есть такая модель, а есть еще модель, когда очень многие частицы, которые называются оксина, эти частицы, у них масса немного меньше электронов, и есть направление, в котором пытаются изучать эти частицы, измерять, забегая вперед, скажу, что сегодня доказательство того, что эти частицы даже такие простые, нет. Но вот теперь перехожу к очень важному моменту, нейтролина, вот эта модель суперсимметрии, вот эти две частицы, которые вы здесь видите, вот это, это суперсиметричные частицы, это означает, что они, объединяясь, анигелируют, и могут анигелировать вот в такую комбинацию частиц, как видите, сначала кварки, потом, кроме, там, возроды там участвуют в конце, потом все эти частицы превращаются, переходят в обычные поливодные частицы. И, то есть, этот суперсиметричный дублет, этот второй, превращается в дамабланты, что-то в электрон, газетрон, что-то в протон, антипротон, а в электрон, антипротон, в электрон, антипритрон. Они распадаются, если считать, что там нарушается, а в черном месте они распадаются, и здесь показано, какие в конце концов получаются частицы при распаде вот этих БКК, это базон голубцепляковский и метролина могут возникнуть. И вот теперь-то самое интересное начинается, чего в городе надо было начинать, но скажу, кстати, я вообще замечу, что сентябрь – это черный день для темной материи. Итак, смотрите, какие методы есть. Методы есть такие – измерения или поиска этих частиц. Если они находятся у нас, здесь, то мы их можем измерять прямыми методами, как сейчас предполагается, и как делаются эти эксперименты, и косвенными методами. Прямой метод – это просто изучается взаимодействие частицы с обычной материи. Поскольку они вокруг нас находятся, установка выглядит очень простой. Вы куда-нибудь забираетесь в уголок от Земли, чтобы не лишали никакие там остатки от космического излучения. И в этом подземной лаборатории ищут вот эти частицы – акты взаимодействия. Вторая часть прямых методов связана с рождением частиц темной материи. Сегодня уже говорил, Дамитов показывал, там какие вот искали, искали такие схемы, в которых как будто бы появляется темная материя. Скажу сразу, ничего не обнаружено. То есть при энергиях до 150 лет, что сегодня дает нам и один, и другой ускоритель, ничего там не обнаружено. Но, обращаем внимание, не обнаружено. Но а где обнаружена темная материя, у вас там физические проявления, надо там искать в первую очередь. С самого начала мне казалось странным, что ищем ускорителя, на котором она может быть больше 150 лет. Вот, дальше, следующая вещь. Тогда косвенные методы. Мы ищем регистрацию продуктов, а не гигляции. Тогда вот такие комбинации. Или продуктов распада. Это вот такие они гигляции. И вот, начинаем с первого способа. Вот, упругого рассеяния частиц. Посмотрите на этот список. Это столько, это столько установок сегодня ищут частицу темной материи подземных лабораторий. Вот этот метод, как бы, довольно простой. Тут я пару слов скажу на эту тему. Вот, вот что, собственно говоря, происходит. Частитель темной материи, имеющая скорость очень маленькую. Имеющая... Ладно. Ладно. Знаете, что я вот так выжимал, выжимал, а на все нога. Я был и... Смотрите, опять начинаю... Все, я ничего уже не видел. Ну, ты хочешь отмогай, да? Ладно, у меня нет времени. Ну, тогда я крою твои руки. Ладно. 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 Ну, я... Давай. Для себя решил, чтобы больше не надо... Ладно. 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 Вот классическая картинка, описывающая этот проект. И дальше я хочу... Ладно. Смотри, опять не... Ладно. 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 Надо было смотреть не на руки, а на время. Ладно. Короче говоря, картина такая. Вот измеряется это. И в то же время надо помнить, что когда вы работаете на Земле, а Земля вращается в вашем Солнце, а Солнце движется в пространстве, в галактике, то получается так. Зимой у вас прибор находится или вы меряете частицы, а частицы темной материи как бы летят в массе, в потоке галактическом к нам сюда, то зимой вы смотрите при одной скорости столкновения чуть-чуть, а, скажем, летом вы смотрите при другой скорости. И если, как думали операторы, как думали участники проекта, вы увидите появление вот этих ядер отдачи, вы потом эти ядер заинтересованы по скорости, по излучениях, заинтересованы и плюс к этому увидели, что у вас есть временная периодичность, то вот и хорошо. значит, это сечение зависит от скорости частиц, и это лишнее доказательство того, что вы зарегистрировали под землей темно-темно вот эти частицы. А масса никакая? Вот из упругого рассеяния вы знаете массу детектора, и все у вас хорошо получается. Вот теперь я хочу показать. Сейчас. О, хорошо. Вот другой эксперимент. Тот первый самый был сделан под землей в Гранд-Сассе в нашей лаборатории. Это та же самая картина, но вот эта установка, где уже не инстанциляционный детектор, это другая установка. Это большой синоног из детектора, его тоже ставят там под землей в Гранд-Сассе. Я быстро прохожу, я хочу показать, как выровить, что там, как короты, под этой горой Гранд-Сассе вырыли наручные лаборатории. Вот все эти каналы, это на самом деле не маленькие трубы, проношенные по земле, а это огромная территория с такими пробитыми скалинами. Размерную комнату свету или даже больше, несколько комнат. Привозительно, как сейчас показывали, лазер. Вот, привозительно такие же размеры. А здесь просто сама установка. Так вот, что измеряют эти? Что дают эти измерения? Они показывают только вот что. Вот здесь вот только верхние значения, верхние плетилы, значение сечения частиц темной материи, если есть они, с веществом детектором. С веществом детектором. И видно, что, вот видите, уже насколько опустилась сначала, вот это последние эксперименты, ксенон 100. что непосредственно измерения, вот таких, как частиц, были, вот там эксперимент Дама, и еще, где показывает область, оказывает область, где эти измерения. Причем, Дама, так, у них был натрий йод, на натрий одна отдача происходит, а на йоде другая отдача. И вот поэтому можно говорить о двух значениях массы, возможной массы. Но нигде больше по существу таких вот результатов, которые демонстрируют бы появление темной материи, нет. Но ускорители, я просто хотел тоже показать вам эти схемы, но я на них не устанавливаю, не останавливаюсь, потому что уже говорил здесь несколько слов. Но, вот теперь какие другие ускорители, но ускорители тоже ничего не обнаружили. Теперь другой очень интересный эксперимент. Есть огромный эксперимент, Аманда называется. Это во льду Антарктики пробиты такие шурфы, в них вставлены фотокумножители, и мерятся взаимодействия нейтрино, в основном нейтрино, взаимодействует над этой установкой, и сбоку, справа, снизу, взаимодействуются на этой двери, и это динами присутствует до кустого от этого. Что они мерят? Они мерят и дырки нитрино, по этим частицам, и мерят направление прилетов нейтродина, измеряя направление развития линии и ищут нейтрины высокой энергии от Солнца. Предполагается, что на Солнце приблизительно 10-7% отношений является темная материя. Темная материя нигелирует между собой, и когда выделяются два нейтрины, например, одно из них может лететь куда угодно, но нам нужно хотя бы одно, которое летит в сторону Сильвит в этом стоматике. Несколько лет проводят такой эксперимент, пока на небе не обнаружили направление на Солнце. То есть либо эти нейтрины имеют очень маленькое сечение, то есть оно известно, такое сечение, либо очень мало процессов ангибиляции, но во всяком случае надеются, что в этой километровой установке, пронизанной вот такими видовыми нитями вроде как выглядит, можно будет потом обнаружить. Сегодня этот эксперимент ничего не дал. Ну и наконец последнее. Я теперь хочу сказать несколько слов о посленных методах. Нейтрина тоже посленные методы, потому что там регистрируется непрямое взаимодействие, но он на Земле поможет. Поэтому его немножко в сторону поставим. А вот теперь прямые эксперименты в космосе. Где мы должны искать частицы сразу? Мы должны искать частицы, измерять прецизионные, измерять потоки электронов, позитронов, протонов, квантов, нейтринных, там не выше, и смотреть их энергию. В энергетических спектрах этих частиц обязательно появятся неоднородности какие-то, которые связаны с распадом или аннигиляцией частиц темной материи. А обычный спектр мы уже считаем. Опять, уже перед космосом, космических лучах, есть стандартная модель. Эта стандартная модель означает вот, что у вас рождаются они на ускорителях, то есть на ускорителях, ударных полных, например, в пульсарах, или в остатках сверхновых, потом распространяются по галактике, естественно, там процессы взаимодействия происходят с международным веществом, и потом они подходят к Земле. Так вот, расчеты можно сравнивать и смотреть с полученными результатами. Теперь как? В каких потоках искать надо? К сожалению, в потоках протонов найти практически невозможно. Они огромные сами по себе просто. В потоках, скажем, гавр-вантов можно искать и нужно искать поток. Надо с специальными аппаратурами, которые действуют. В потоках электронов или позитронов искать? В чем мы скажем? Позитронов. Здесь немного в космическом лучении. Любое изменение проявится, и это будет хорошо. Точно так же трудно искать протоны. Давайте искать два антипротона. Антипротоны, позитроны и галактики, продукты либо распада, приедая инфляция частиц. Вот, собственно, я показал, что у нас происходит. Вот такие потоки происходят, и вот мы там начинаем их ловить. Вот наша Вселенная, то есть наша галактика, где-то происходит аминтиляция частиц, оттуда летят галактики, то есть антироны или протоны. И все доброе, но мы будем искать в этих потоках. Вот почему это интересно. Ну вот здесь вот показано, я могу пройти дальше, мне не хочется останавливаться, но тут просто расчеты показывают, что должно быть, какие должны быть потоки протона, какие должны быть потоки. И перехожу к первому эксперименту, который дал интересный результат. Итак, у Миссии, совместно с итальянцами, с итальянским и немецким ученым ученым, был разработан прибор, который получил название помела, прецизионный прибор, магнитный сфиктором, позволяющий хорошо двери потоки чистить. Вот так вот выглядит космическая лаборатория, если можно сказать. Вы видите гермофотокутерни, где находится помела. Прибор регистрирует телескоп, делает фотосъемки Земли, а мы смотрим вверх. Вот, как вы видите, вот здесь вот помела. Это не очень большой прибор, но, к счастью, хороший с точки зрения. Вот, я рисовываю очень легко понять его схему. Магнит, 5 кубер, вот 5 сетих полос магнита, потом проходит зарядная частица, отмеченная здесь на рисунке, попадает калориметр, где происходит взаимодействие, а все остальные нейтронные детекторы, стенсенсионные детекторы, которые используют, все служат как вспомогательные приборы, которые позволяют регистрируют эти вещи. Ну, это показано в картинке, где написано, что делает прибор, как он для позвонил и как. Вот он сам прибор уже в таком виде. Вот мы можем наблюдать здесь, как его устанавливают в этот спутник, вот этот кусок спутника. Вы видели уже кусочки, вот там чертеж. Такой бак герма, и вот этот бак опускают по меру. Надо экономить это делать. Ну вот уже она почти находится внутри бака. Вот здесь бак внутри уже, а это второй бак симметрично так сделано, чтобы запуск произошел. Вот простой пример. Когда мы обработку провели, мы каждый детектор, и смотрим, какой сигнал он дал, выделяем частицы, и картина эта без агитизиология. Вот вам отличный пример регистрации протона, антипротона. Антипротона магнитное поле позволяет включить это античастицы. Смотрите, вот красиво видно, аннигиляция антипротона. Он взаимодействует с протоном и дает нам эту картину. Но это другие варианты, там разные частицы, вот это антидиагр, то есть не анти. Вот вам бисентрон большой энергии, как произошел римень мощный в калорийнике, ну и так далее. Мы уже говорили о том, что они теперь, значит, мы мерим бисентроны и антипротоны. И вот видите, на самом деле не все так просто. Темные материи здесь только каким-то кусочком, вот кладка, например, здесь показана, прорезает сюда, это в других местах, а много других возможностей, поэтому после того, даже когда мы получим экспериментарные результаты, мы должны иметь в виду, что сам процессы анализа всего очень сложных. И так, здесь приводит, приведено два основных результат. Первый результат, нарисованный здесь красными точками измерения потока антипротона к протонам, и на этой картинке все практически совпадает с теоретическими моделями по стандартному методу. Ничего не было. Вторая картина, вот данные полные здесь красным, в электрон-газитронах, в это отношение к газитрону к электрону, к газитрону потокам, и видим красные точки, полезных сбоку. Вот чисто так. Сейчас мы убрали все остальные эксперименты, вот так вот выявили. Это чрезвычайно необычный результат. Теоретически, например, принципиально не совпадает с той моделью, с теми результатами, которые у нас зарегистрируют. Вот это малая энергия. Часть малой энергии – это модуляции солнечных. А потом они к хвосту поднимаются, приотпускаются, это зависит от солнца, фазы солнечной активности. А вот справа, что ушло вверх, это никак не выходило из теоретических соображений. Правда, потом начали искать, но как всегда, при большом числе свободных планет, можно и все объяснить. И вот в качестве я картинки хотел показать, а насколько мы знаем теоретически все это дело. И вот здесь вот показано, на этой картинке, вот с зеленым цветом, это как выглядят, скажем, в разных вариантах, вот те данные, которые у нас получили. И вы видите, что вот здесь они, вот на правой картинке, достаточно хорошо видно, что вот этот поток, а сейчас у нас он за 100 уже применился, вот сюда, в других экспериментах, в лучшем случае, одна точка вырубится, и все. Вот здесь впервые так четко прошла. Я картину не хотел показать, но поскольку Давид вам показывал, что мы с экспериментами, более-менее, по-разному, я просто хотел продемонстрировать, и здесь не все так просто. Вот все надо было смотреть, вы видите, для малой мягких, для мягких потоков электронов, выглядит как будто ничего не видно, а в больших элементах, поэтому надо отдельный электронный поток померить. Так вот результат, который получен, вот такой результат уже, вот тут показана модуляция слева, то есть это совершенно отличный результат. И вот теперь мы видим сперкту электронов, который совпадает более-менее с изместными, и, соответственно, сперкту электронов. И поэтому надо пользоваться правой этой стороной, и никаких сомнений нет, что вот более аккуратно показывает сперкту электронов. По-разному. Вот. Не успели мы сделать эту работу, не успели сообщить о ней на семинаре, как уже тут же появилась интерпретация, которая связана с частицами темной мысли. Если этот поток позитрона, он назван аномальный поток позитрона, вот это первая работа, которая появилась раньше всех, после одной семинара, потому что потом извинялись, авторами публиковали ее в архиве. И вот здесь видно, как для разных энергий, для разных масс, наши экспериментальные данные сравниваются с этими теоретическими моделями. Вот. Вошла черная глинасть, но я стандартная, и к ней пристраиваются потоки, которые могут быть от инвегинации частиц. Ну, это вот одна модель, другая модель вот там, и мне сейчас важно только одно, что мы видим, что здесь появилось, действительно, и дальше, вот другая картинка, она как-то больше, чем она для глина, здесь показывают различные варианты, варианты распада частиц, аномериляция частиц темной глины, и, соответственно, показывают, с каким спектром, с какой массой темной материк, эти данные наиболее хорошо согласуются. То есть идет свобода. Дело в том, что кроме нас, еще в это время, уже, уже мерили поток электронов и позитронов. И в электроне и позитронов, и в потоках электронов и позитронов, суммарно, и могли разделить, они тоже увидели, например, видите, некоторые максимумы там. И вот предполагается, что это частицы темной материи, показывают это, треугольник там снизу, вот данные помеллы, которые идут, какие должны быть помеллы записаны, и вот этот максимум, который есть. Дальше, потом оказалось, что работа не совпадает. Вот, два раза. Другой вариант. Это изучение частиц темной материи, если считать, что произошла частица гранитина, масса 200-400-600 г. И опять, начиная от вариации, сравнение, с какой моделью, все совпадает. Стандартная модель, снизу и дополнительно потоки, и дополнительно поток, вожидаемый поток, от частиц темной материи. А вот другой, вот другой вариант, уже термии частицы. И то же самое, кстати, еще другая работа, это прибор гамма-челескоп, который мог верить электрону и позитрону с ним. И вот они получили немножко другие кривые, вот как вы видите, здесь указаны. Но опять начинаем сравнивать свою модель вот с этой моделью. Причем здесь уже распадный сбор, плюс-мион, там, тау-плюс, тау-минус, в общем, поле для сравнения необычайно широкое. И вот это привело к тому, что, собственно говоря, это тоже так можно говорить. Ну вот, то есть вы видите всюду вот такие картины, которые вы видите. А это вот те самые работы, которые чужие работы были выполнены и тоже сравниваются потом. У них у всех потом гораздо больше, То есть они суммарно потом были. Ну вот теперь я хочу показать я случайно нажал на два конца. Значит, это показано место, откуда регистрируют протоны и антипротоны. То есть антипротоны и электроны. Электроны мы мерим относительно ближних расстоянок. Они не дойдут из-за легких расстоянок. Значит, около нас это темная материя. Если это темная материя, то тогда она находится относительно от нас близко. Если антипротоны, то это расстояние гораздо дальше, там 10, кем-20, тут указано, на каком расстоянии должны рождаться эти частицы, чтобы вы их в своем приборе зарегистрировали. А вот теперь очень важное дело. Дело в том, я говорю, потому что здесь интересная физика заложена. Оказалось, что те 10-26 помните, сечения аннигиляции недостаточно, чтобы наблюдать наш поток. Видите? Что же такое происходит? Значит, надо найти причину, почему сечение, ну, если невозможно сечение, то найти какую-то причину, почему, тем не менее, аннигиляционный процесс идет с большим сечением, чем тот, который был расписан в том, и вот такими, ответ на этот вопрос, вот так сделано. А почему обязательно распад идет вот так и разравномерность тут? Он может происходить, или аннигиляция, в клампах, помните, я говорил, в клампах, в этих клампах плотность темной материи увеличена там два-три ну, на порядок как минимум. А вероятность взаимодействия будет сечение на плотность. Если плотность выросла в десять раз, значит, уже эффект, который мы видим, объясняется. Но опять не полностью. И вот тогда появились следующие понимания. Вот это буртфанк, где найти вот этот кламп показан, один, а второй, очень интересная вторая вещь, это вот что, усиление усиление сечения за счет того, что если частицы почти тепловые, то у них сечение растет на больших расстояниях. это называется вообще наши тогда разобрались, увидели, сейчас я понял, сейчас минуточку, я, конечно, как всегда проскочил. Вот, я скажу, вот первый, значит, клампы, один способ уже нашел, вот этот буртфактор дается, а второй способ заключается вот, что у нас возможно резонансные сечения при малых энергиях, они как брать ривенах формулы, грубо говоря, и вот резонансные сечения, увеличение за счет того, что они близко подходят при малых энергиях и получается больше сечения, то есть здесь набирается еще, ну и наконец вот последнее это то, что называлось эффектом короче говоря так сегодня объяснили следующим клампами бродверья на распрощение и зорозателем то есть это увеличение длинных взаимодействий привалной энергии глинованной отличивости и взаимодействий наружеской и выяснил что это предлагал даже в свое время сахаром ну вот пошли дальше что с протоном с антипротоном и вот я должен показать здесь рисунок красный антипротон который мы мерили дальше на этом рисунке сравнение наших антипротонов с теоретическими моделями стандартной модели ну и наконец вот я сейчас покажу последний рисунок разно телесный рисунок вот который показывает следующее вот как всегда в обилии всяких теоретических работ можно найти туклы модели которые больше всего подходят вот в данном случае это модель правда это не маленький какой-то там не скажем немолодой ученый который придумал он работает много лет у него различные работали по делу телу мотива смотрите что он сейчас вот это не поклонка а это просто сравнение тела с экспериментом просто по сечению который дают он говорит что вот эти вторичные взаимодействия которые мы говорим за стандартной модели дают ошибку в данном случае вот та желтая полоса которую вы видите а экспериментальные точки идут выше эти полосы посмотрите и вот эта синяя часть которая здесь представлена это тот добавок темной материи который должен быть в этом случае это вообще наверное этот рисунок как можно сказать преливный рисунок или в любом случае первый рисунок и я вот здесь его показываю я не надеюсь что вы может быть и начальниче считать уже можно но что касается несовпадения слева это область солнечной модуляции с одного ГФ тут вообще с теорией надо сравнивать с той теорией которую учитывают в Солнечном Солнечном Ну тут Трускин один из самых наших известных ученых и вот второй Пригма у которого больше всего работают по темной материи всего что он список потом есть ну и наконец два раза жалко сождею показывают дейтерии мы ничего не нашли дейтерии потоки дейтерии которые у нас дают они много выше чем чем то что можно ожидать от нейтролина распада нейтролина и т.р. теперь о гелии показываем вот данные по гелию и тут отношение гелия к антигелии к гелии и мы видим что это величина находится на уровне 10 минут 7 а вторичный гелий антигелий рождается при таких энергиях запас вторичной модели поэтому из него пока ничего не следует в сторону темной митрии ну вот я хотел сказать что в 2008 году вот наш результат о темной материи был признан ну среди 10 луч а в год 2008 года это американское общество вот теперь я хочу немножко сказать про гамму а что в гамме там ведь очень хорошие там легко смотреть измерять энергии гамма кванта и определять частицу которая либо прониклинирована либо распалась на гамм кванта вот сегодня летает большой прибор гамма телескоп называется VAT а Ферми это название силов я специально его показал потому что через год видите его карта звездная карта в данном диапазоне по крайней мере сегодня около 2000 гамма источников гамма звезд это могут быть галактики отдельные пульсары в нашей галактике вот общая картинка ну и что же они получили и вот здесь очень интересная вещь они ничего не получили это я это показано вот эти 2000 источников на что оно предлагает 50% базаров базар это активные галактики для большей части и большей части энергии идет в гамма герпозоне пульсары и все ну и пока у них нет ничего связано с гамма с темной тенью и вот тут вот пару слов еще до них это был другой большой телескоп который назывался грэп и он обнаружил диффузное излучение диффузное излучение и это источник а как говоришь звезды у нас он обнаружил что у него вот наблюдалась вот такая картина диффузного излучения а вторичная имела вот такую картину и вот это все было связано с частицами темной материи с массой приблизительно несколько г летает сегодня ласт и дает такую картину посмотрите вот черные точки а вот эти точки старые поля никакого здесь выброса нет и вот это развитая теория разбитые решения к тому времени они как бы закрепились но не все так просто было значит сегодня ласт выносил свои данные открытый доступ и огромное число людей набросилось на них естественно одни одни верили другие и другое верили и вот насились люди которые решили снова вернуться к центру галактики и посмотреть что же там в центре галактики есть какое-нибудь излучение или нет бросились это делать и нашли вот этот поток там на той картине будут эти силы а сейчас уже властами 150 лет вот они нашли вот эту картиночку причем вскоре после того как они объявили об этом гласовцы сами коллаборация выпустила работу которая сказала что они не могли это сделать потому что не угловое разрешение не энергетически не позволяет это сделать это была проведена работа я внимательно читал статью каким образом они объясняют вроде как в том виде как будто это центр галактики нашли данное излучение причем определили энергетик который этим данным значением около 180 до малых это хорошая противня замечено что происходит сейчас итак мы не нашли сегодня на наземных экспериментах на ускоритых признаков темной материи думаешь не дотянули до нужной лет до нужной лет 130 мало вот эти эксперименты в космосе они дают порядка 500-700 гэр поэтому только в космосе сейчас надо искать второе приборы которые мерили прямые реакции прямые реакции упругое рассеяние кроме верхних пределов ничего не дали а те отдельные случаи которые якобы были связаны с тем что там помните я говорил вековое то есть годовое отклонение есть в измерении прибора что произошло что все работы которые в этом грандсарсе сделаны под землей они все давали вековое изменение а выяснилось что это вековое изменение связано с тем что грунт над их установкой на самом деле не такой простой там много чем влаги льда и все прочее и это приводило к тому что значительная часть космических мёд выходила туда давала при распаде нейтрин который регистрировался вековое то есть я так почему я и говорю что очень плохо что появилось август август сентябрь вот это обнаружил недавно ни в одной литературе только может быть двух-трех я встречал когда начинают авторы рыкаться а их ругающие люди настаивают на своем вообще вот это обилие экспериментов которые сделаны на упорном рассеянии помните я показал список такой большой так это все занимаются люди разной метод увеличивают увеличивают массу объем детекторов но реально они управляют друг друг вот что происходит они все поэтому не так а вот у меня фирмен плучик вместе а реальная картина которая казалась буквально сегодня разъехала и потому что массу они определяли там в районе 10-ти там несколько еще 20-30 лет а других экспериментов оказывалось больше ну вот что касается теперь подземного эксперимента большого там тоже не обнаружен айшпюл не обнаружен но ускоритель не обнаружен были указания в космосе как я сейчас покажу указание но правда сказать есть еще одно есть такой объект как пульсары который при очень мудро подходе к нему вы считаете где получать что там могут возникать позитроны а как они возникают это очень хитрая вещь значит электроны раньше считалось они летят в большом магнитном поле которое у этих пульсартов есть они не амигилируют а создают электронно-позитронную пару вот и эта частица этой пары улетает но сразу вопрос если в этом большом поле электрон создаёт пару то почему это поле не действует на электронно-позитроны оно их тоже должно или там затормаживать или ещё что-то но как вы знаете что все теоретики на многих случаях пользуются различными константами которые могут быть константами частицами позволяющими им что-то сделать и вот я сейчас здесь показываю и наконец самое последнее что произошло вот эта линия которые наблюдаются не людьми из инклаборации а кто получал эти данные а вот другими авторами показывают что эта линия может быть это уже третий лиц нашли что эта линия может быть связана с атмосферой Земли что она возможна линия когда вы смотрите через атмосферу Земли хотя там орел вокруг Земли есть орел гамма-излучение это гамма-излучение возникает взаимодействие космических лучей со верхней атмосферой и вот когда вы так смотрите вы можете увидеть 130 гэф но этот гэф это тут здесь а не так далек в объеке но опять идет борьба и это тоже объявлено буквально неделю раз я пользуюсь случаем просто говорю вот такие вот как выглядит вся эта картинка Земли вот все измерения которые Земли здесь проделаны они называют некоторые сомнения но поиск продолжается и два снимка я только покажу я напомню что происходит как телескоп работает что все понимают кондрента где гамма-мама превращается в электрон а направление в первом случае просто о просто и ее направление есть как раз то есть бисектриса это угла это направление на зону вот мы использовали такую систему сделали калорий у которого энергетическое разрешение дима один процент это нас 15 лучше чем власти и угловое разрешение но 15 раз уж наверняка лучше чем власти вот этот прибор сейчас разрабатывается в операциях и а и я нет сербковская Котивенок, ну и еще ряд других организаций. Ну и просто хотел обратить внимание, вот такие молодые характеристики, вот как бы выглядело, если бы мы сегодня смотрели вот этот центр на практике. И вот видите вот эти два максимума, красные, которые здесь показывают, на самом деле теоретическая гривая это вот черная, то есть не теоретическая, а экспериментальная гривая, а вот такая черная. Вот из нее они нашли эти два максимума. А вот если это так, он бы увидел от центра вот такие узкие. Ну и последнее слово, что это наш телескоп, который действительно сейчас здорово поддерживается, сейчас во многих работах, гамма-астрономических и других, связанных в теплом материале, говорят, что вот надо ждать. Надо ждать, когда работают телескоп, который может принести совершенно новые звуки. Бравый телескоп на платформе навигатор. Это зовут лавочка. А уже кто делает, ну вот, не надо. Вот территория полета. Значит, вокруг Земли взмал с амбитом, потом включается дополнительный двигатель и выводит на амбиту вытянуть 300 тысяч амбитом. У нас оборот приблизительно недель. И за этой недели шесть дней непрерывных у людей не вне атмосферы Земли, а в 17 лет. И мы прерывные у людей в космосе. Ну, и я на этом кричаю, что… Я на этом кричаю. Спасибо. 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 Вопросы, пожалуйста. Дмитрий, а все-таки, то есть, не факт, что результаты Памбелла – это именно результаты, которые дает темная материя. То есть, там могут быть другие. Ну, я скажу, почему я сказал. Я один из авторов. Нет, если почему вы выбирали… Но, но, скажу вам, конечно, это… Сегодня общество договоряет указания. Это позволило начать теоретику начинать рассмотрение вопроса темной материи. Какое… Вот уже какое. Только после Памбелла стали говорить о распаде частиц. До этого считалось, что только одна аннигиляция распады не может быть в нейтролина, потому что там не отчетность. Нам ушли отчетность. Время жизни нейтролина – 10,26 секунды. Очень нормально. Время Вселенной – 17 секунды, плюс 9. Мы, грубо говоря, 9 – это запрет на 10 минус 9. Вот получается 26. Все описано. Нормально, не нужно чего-то другого. Уже сеть ни форм-фактов, то есть ни этих бустков, ничего не надо. Но вот теперь все уже пишут распады. Вот я в этой лекции написал распады. А раньше там распады это считали запрещено. Это любви. Большое указание. По крайней мере, оно дает работу. А вот эти эксперименты или расчеты с пульсарами и другими источниками не исключают это, как всегда. Тут нет запрета. Почему они и вы должны быть здесь? Ну, вот такая тема. Тем не менее, это указание очень большое. Поэтому надо сегодняшний эксперимент, который мы ведем, данный новый эксперимент, у него есть опция возможность регистрировать электронные потоки. Поэтому мы как бы одновременно хотим угадывать электронные потоки. Так что, какой-то ответ такой. Скромность наша, видите, все границы у нас. Я говорю, что это указание. А вовсе нет расстройства. А вовсе нет. Пять сигма. Там сигма приличия не делала. Там другой процесс задержан. Явно другой процесс. Так сейчас люди, которые занимаются классической моделью, используют. Хорошо. Все. Они теперь вынуждены искать и добавлять туда новые механизмы классические, которые могут это быть. В частности, в том числе, 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 в том числе. Понятно? Спасибо. Я утромил. Еще раз спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...